здравствуйте друзья мы с вами снова к теме жары возвращаемся дело в том что юго-западная часть соединенных штатов сейчас находится в такой волне жара такого вот и необычного скажем так необычного обостренно вы возвращаются к дискуссии значит о том насколько это вот изменения в климате планеты сказываются или еще что-то и соответственно есть люди которые говорят что ну сами знаете что это человеческих рук дело изменение климата есть люди которые говорят что сколько планета существует без влияния человека столько на ней были климатические ситуации более холодные чем сейчас и более жаркие чем сейчас мол не самое жаркое время ну вот в общем короче идут всякие дискуссии сегодня видел карту того как разные штаты сша уже не страны а вот каждый разные штаты как они загрязняют атмосферу и конечно калифорния в этом смысле не такая чистенькая может быть как какой-то мичиган но в общем то самый такой у нас загрязнитель ок оказывается техас я я не знал то есть когда тебе говорят что техас ну да понятно там конечно там вот индустрии такие как бы не самые чистые там и может быть законы такие которые вот не самые не самые экологические вот так что вот начинается уже вот такой разговор в аризоне в южной калифорнии там какие-то кошмары типа там скажем из аэропорта города феникс это столица аризоны из-за аэропорта феникса там вылеты отменяют из-за того что как-то вот жара повлияла на не надо поверхность взлетные полосы да да я даже не знаю там как как это вот может так быть но во всяком случае вот такое происходит показывать фотографию я сегодня видел совершенно очаровательно идет женщина с собачкой точнее собачку она несет на руках небольшая такая собачка и у нее на лапках такие подушечки голубые нежные и вот значит там где-то в магазине активисты раздают бесплатные подушечки для того чтобы собачки лапы не обжигали об горячий асфальт вот какой-то такой гуманизм вот раздают для собачек такие подушечки трескается асфальт периодически возникают отключения отключения электроэнергии от того что там где-то чем теперь сами знаете бывает из-за того что нагрузка превышает какую-то там допустимую происходит отключение нагрузка превышает допустимую потому что одновременно сразу всем нужно включить все что есть в доме там начинают кондиционеры и кончая там не знаю вентиляторами вот так что такая интересная вот история а у нас я бы сказал что последние пару дней не так плохо как было до того хотя обещают что завтра вот четверг будет что-то такое ударно горячее не знаю ну посмотрим посмотрим пока что пока что вроде ничего у нас вот кондиционер который спальня не выдержал нагрузки можно сказать вчера его приходили чинить так вроде заработал но он кстати ну почти новый там него пару лет максимум вот так такая вот такая вот история так что в боере и мы держимся я еду на работу на работе у нас было замечательно прохладно вчера и позавчера и даже наши сотрудницы и студентки они умудрялись там какую-нибудь кофточку одеть чтобы не было так прохладно то есть вот вот отсюда и подстанции которые перестают работать но неважно в общем такая история у меня сегодня урок новая группа начинается то есть уроки у нас часто бывают но сегодня начинается новая группа сейчас я думаю ты это не фултайм нет фултайм недавно просто группа дневная вот и в общем так хорошее наполнение я очень доволен потому что вот где-нибудь в марте может быть там в начале апреля было впечатление такое что какое-то замедление намечается потому что вот напугал всех трамп своим желанием забрать разрешение на работу у некоторых категорий там эмигрантов и пошли какие-то вот такие гонения но такое ощущение что народ адаптировался и при всем при том что есть какое-то количество компаний которые так параноидально пристают людям типа что у тебя там за грин карта что у тебя за решение на работу и как-то так вот нервничают но в основном рынок с этим делом справился и в общем то есть на людей настолько не хватает что как-то вот обошлось вроде обошлось и я смотрю тут у нас энтузиазм масс возвращается на место обычно я могу сказать летом летом не весной идет и известное замедление то есть ну понятно там поехали отдыхать поехали навестить бабушку там бангалор там или в новосибирск детей куда-то повезли там и так далее и летом всегда свободнее группы меньше набираются вот скажем 23 июня в прошлом году было бы существенно меньше народу в классе чем допустим в апреле вот а сейчас как-то вот наоборот получается то есть видимо отложенный вот весной спросом как бы сейчас как-то так реализуется интересно вот за тенденциями наблюдать так даже не знаю чего но в общем что у нас тут еще даже не могу сказать вот как-то в политической жизни некоторые затишье то есть не то чтобы совсем ничего не происходило но ничего такого чтобы вот реально как-то можно было поговорить я почитал о визите порошенко соединенные штаты но в основном я почитал об этом не в американских средствах массовой информации то есть как-то вот так не ну не не до этого но как-то вот так то есть она где-то проходит там если так внимательно там вчитываются и там на разные странички подальше уходить вот а так чтобы вот на первых страничках как-то это событие прошло не очень за мир замеченным таким вот хотя хотя в целом очень так так благоприятно все замечать вот вы гораздо больше на эту тему прочтете где-нибудь там вот в зарубежных среди тех которые просматриваю мне в целом симпатичная например немецкая волна дочи было да и вот я чит на их сайте посматриваю bbc вот вот эти вот там есть да там есть ближе к европе как бы там как бы местное событие так что вот не знаю как там у них в этом в вашингтоне с жарой но судя по тому что вот ребята пишут там у нас когда прямые трансляции особенно да там много информации самых разных мест со всего мира вот почти отовсюду пишутся какая-то жуткая жара вот и из казахстана из там не знаю из сибири из разных мест там еще откуда-то вот специально не коллекционирую но вот как бы много есть разговоров что жарко нынче вот так и мы да ну что делать мы на климат мы с вами на климат повлиять не можем поэтому мы так все больше подстраиваемся под то что есть но вообще к сожалению климатические изменения если даже они вызваны там скажем деятельностью человека то нет такой знаете мгновенной обратные связи то есть допустим мы сегодня возьмем и там на 50 процентов снизим количество не знаю выбросов углекислого газа бог знает сколько лет пройдет пока это начнет положительно сказываться так чтобы мы могли это почувствовать на на чем-то таков поэтому все это очень отсроченное такое трудно даже себе представить чтобы можно было как-то увидеть эти изменения за то время которое нам отведено для жизни на этой планете это не значит что не надо ничего делать у нас и дети есть и внуки там и как бы мы не последние там я надеюсь кто живет на этой планете поэтому о них тоже надо заботиться ночью пока вот так и так же как например оборонные расходы вот часто люди вот оборонка не производительно в качестве как бы такого неожиданного бенефита вот гонки вооружения оборонных всяких дел все-таки есть отдача в гражданскую экономику тех технологических прорывов которые возникают при решении задач оборонных то же самое когда есть технологические прорывы связанные с вызовами с вызовами например там экологическими медицинскими там и так далее тоже очень много идет как бы потом в экономику и и в общем как бы хорошо да то есть положительно влияет на на жизнь планеты человечество там и так далее поэтому борьба за экологию по идее если она особенно финансируется государствами финансируется как бы хорошо финансируется то эти деньги не пропадают они приводят к развитию каких-то технологий которые позитивном ключе меняют лицо планеты и жизнь людей так что я я за развитие технологий представьте себе что было время когда не было холодильников и было это не безумно давно ну то есть мы с вами конечно такого не застали а вот допустим мои родители был более чем застали так что вот вот буквально телевидение не было я еще прекрасно помню время когда телевизоры были далеко не у всех ой как далеко не у всех я же не говорю там процветные как бы просто телевизор я помню прекрасно ламповые приемники такие большие стояли вы чё такое чудо света так что друзья мы за технологии все я заканчиваю наш климатический экологический экскурс какое дерево потрясно даже я не понимаю что издалека на мимозу похоже знаете мы сейчас еще будем проезжать вот здесь слева после как интересно выглядит я даже может быть замедлились немножко видали да вот на этой высокой ноте а их тут много смотри там впереди еще деревья красиво на этой высокой ноте начать я отправляюсь на работу а вы по своим делам значит терапевтический сеанс считаю законченным счастлива смотрим на дерево и все